всем привет с вами николай как некоторые могли уже догадаться например по напряжению сети и частоте что нахожусь я сша и сша у хоббиста со станком проблем нет купить можно без проблем со снасткой проблем нет это тоже все покупается алиэкспресс ebay без проблем а вот с материалом уже проблемы потому что брусок алюминия 5 сантиметров и длиной 30 сантиметров стоит уже 40 долларов и переводить это в стружку так себе удовольствие а бросок латуни я вообще не говорю 5 на 30 сантиметров будет больше 200 долларов поэтому я и делал эксперименты с плавкой металла в газовом горни который сам тут соорудил естественно это все работает не очень хорошо поэтому сегодня займемся тем что будем делать электрическую печь основой печки будут вот такие вот огнеупорные блоки это теплоизоляционные блоки они достаточно крошащиеся легкие я взвешивал где-то 960 грамм один блок кирпичик цифра 23 указывает на максимальную температуру фаренгейтах где-то 1260 градусов цельсия этот уголки с отверстиями для рамы сделал разметку где будем пилить выпилил вот такие штуки с уголками чтобы это все потом скрутить так вот получается рама здесь еще положу металл чтобы поддерживать кирпичи которые будут в центре эти болты потом отпилю когда все скручу уже окончательно продолжаем выпилил еще одну пластинку это потолще от какого-то компьютерного корпуса она с краской поэтому положу ее на низ краской вниз а эту положу еще наверх чтобы было двойное дно очень жестко должно хорошо центральные кирпичи держать так теперь надо заняться кирпичами сделать в них канавки проволока у меня cantau a1 16 avg это 127 миллиметра диаметром наматывать я буду ее на 10 миллиметровый пруток то есть где-то пол дюйма канавка должна быть канавок я думаю сделать две одну здесь одну здесь так попробую метод который часто встречается в интернете как делать эти штуки что берется сверлильный станок зажимается сверло подгоняется по высоте сейчас надо стол приподнять и потом просто протаскивается таким образом проделывая канавку проблема с тем способом в том что он слишком пыльный буду пробовать использовать пылесос ну если не получится надо будет смотреть может вручную канавки делать ну в принципе не сказать что сильно пылит вот канавка получается что надо отпилил блочок вложил вот это будет уровень на закончил пилить кубики легло все идеально вот так вот выходит как она будет целиком то есть виток начинается сюда переходит потом вниз той стороны идет заворачивается обратно идет на выход все это нужно чтобы металл который здесь не создавали не был электромагнитом потому что туда-сюда поле будет ходить так получается поле 1 коту видно одного витка и другого витка компенсирует друг друга поскольку тут болтики получается в блок идут чтобы их заглубить сделал вот такую штучку и дрелью аккуратненько сделал углубленица для шляпок порезал уже наверх все поставил сделал даже углубленица чтобы она примерно вровень было чтобы крышка закрывалась прям на блоки они на металл расстоянием сейчас скрутим и посмотрим что получится так закончил я с верхней частью рамы теперь она все из себя представляет цельная теперь наверное займусь нагревательным элементом так вот такая вот катушечка получилось сейчас замерим сопротивление один конец второй конец 13 12 6 он причем что интересно она даже не растянута вот 11 7 ом а если чуть растянуть 12 5 даже в сжатом состоянии меньше не падает прикол какой-то немножко больше по диаметру получилось катушка чем канавка потому что она как пружина немножко раскрутилась и добавила ей немножко диаметра но думаю как-нибудь запихну сейчас надо ее растянуть чтобы ее длина соответствовала длине канавок тогда будет легче это все запихивать теперь уже похоже на нагревательный элемент довольно неплохо получилось в общем все получилось вот кончики торчат коротковат и хотел подлиннее может в три раза скрутить скручивать надо чтобы сопротивление этих концов было меньше тогда они будут меньше греться потому что надо же чтобы грелась внутри легло все красиво аккуратно сейчас возьму еще вот такие штучки для рога так хорошо использовать которые и немножко по закрепляю этот элемент в блок потому что при нагреве он будет расширяться может выпасть если ничем не будет держаться а эти должны решить проблему проволока еще осталось канталовая применить ее вряд ли куда-то получится хотя бы на это пойдет вот так вот все сейчас то выглядит этот лист воздуховодов сборных которые нашел на ближайшей стройке мусорки будут меня корпусом сейчас размечаю нижний лист отмечу вокруг ножек надо будет просверлить отверстие надеть отметить и отрезать получилось вот такой вот донышко с пропилами подножки сюда кладу вот такой вот утеплитель 1 дюйм керамическая вата высоко термостойкая ну и уже потом все это дело открывается крышка а вот это будет стенка такая здесь сверху два загиба сделал и здесь один для соединения с другими соединять буду на заклепки вот она становится и внутрь утеплитель одну сделал еще надо три прогресс движется сделал в общем все боковины в этой боковине сделал отверстие для выводов и под термопару в этой и в этой поставил по болтику чтобы потом может ручку как у ведра сделать или может просто какие-то деревянные ручки чтобы переносить было когда горячая надел боковины заклепал в углах перевернул и снял вот эту крышку посмотреть что же получается это донышко это вот боковины все будут вот так вот утеплены с большего закончил то есть вот 4 заклепки которые стал первыми потом поставил вот эти вот перевернул и заклепал здесь по три с каждой стороны кривенько косенько конечно но на работу не повлияет я думаю потом еще добавил по 2 торца чтобы уж совсем сделать ящик собрал крышку прихватил все в уголках на одну заклепку чтобы она не распадалась держала форму и к ней сделал ответную часть с окошком в окошке будет уже вата чтобы оно все было вот так то чтобы не металл был внутри камеры а вата этот металл будет держать вату принципе все совпадает собрал я крышечку поставил сюда болтик под ручку немножко накосячил не хотел ставить эти заклепки чтобы потом сразу ставить эту ну ладно изнутри получается вот так но есть косячок видно что болтается я хотел сделать открывание в эту сторону вот выводы думал сделать чтобы электроника была при открытии крышки закрыта ну похоже придется поставить крышку вот так что в этом положении нигде ничего не качается будет открываться вот так думаю ничего страшно блок для электроники как-то будет так поскольку выводы нагревательного элемента проходят через металл надо их как-то заизолировать нашел вот такие вот интересные предохранители они с керамической базой имеют резьбу и вот мне кажется что из них получится неплохие такие втулочки изоляционные отпилил это чтоб пролазила реально аж не верится как я угадал а этот не вкручивается вот этот вкрутился слишком близко отверстия собрал электрику выглядит это все вот так снизу твердотельное реле с радиатором сбоку термостат и сзади вход для кабеля питания но вот так уже выглядит финальный результат остались мелкие штрихи вроде деревянных ручек но в целом уже думаю пользоваться можно сегодня запуска не будет для вас 15 минут а для меня это было три дня напряженной работы так что в следующий раз запустим посмотрим тепловые утечки на тепловизоре и вообще получится ли в ней что-нибудь расплавить если интересно подписывайтесь на канал ну и на сегодня всем пока